и вот первая моя рекомендация по как станет уверенным себе не ставьте такие цели как стать уверенным себе сто процентов до не так такие цели вы можете поставить цель намного проще намного проще стать уверенным себе на 20 процентов на 5 процентов на 10 процентов допустим вы когда заходите в новую группу да вот где-то нужно общаться с незнакомыми людьми в группе но вот вам не надо быть общительным. Если вы были до этого не общительны, не надо такую цель ставить. Но поставьте цель, просто вы раньше пару фраз не могли сказать, а сейчас поставьте цель, чтобы вот сегодня в группе вы будете говорить пару фраз. Всего лишь скажете пару фраз и опять замолчите. Все. Вот сколько вы вот уверенность себе добавили? Сколько? 2%. Ну, хорошо. Это нормально. А как бывает вообще? Как создать невроз? Вы читаете книгу какого-то успешного. Он же себя называет «Успешный успех». Какого-то автора, который говорит «Победа! Победа и доминация! Ты сильный, ты станешь сильным, будь сильным!» Вот вы это все начитались. Он там говорит о том, что ты там должен быть. Вот это делать, вот это должен делать. Действие должен классно сжигать. То есть фактически вы идеализировали, или он вам идеализировал этот образ. Соответственно, вы заходите в группу. Допустим, вы же раньше молчали, теперь вы хотите говорить, а у вас не получается. А вы начитались книги, а там говорят, что если не получилось, то ты слабак. Допустим. Что в итоге приходит? Самообичевание. То есть вы начинаете себя самобичевать. К чему это приводит? Что в следующий раз вы даже на 5% не увеличите свою уверенность в себе. Смотрите, уверенность в себе это всегда маленькие шажки. Если вы делаете большой шаг, есть большая вероятность, что вы откатитесь обратно. Вы сделаете один большой шаг и сделаете тысячу шагов назад. А уверенность в себе это когда маленькие шажки. Лучше маленькие. Всегда начинай с маленьких. И вот этих авторов всегда нужно посылать в заднюю. Ну реально. Я даже вам скажу так. Все эти авторы, которые говорят «Успешный тотальный успех!» Я вам серьезно говорю. Если бы вы вживую с ними встретились, по секрету вам скажу, если бы вы вживую с ними встретились и дали бы им задания, какие-нибудь такие, чтобы он продемонстрировал уверенность в себе, ну какие-то достаточно сильные задания, не которые он в книжечке написал, не-не-не, а какие-то другие задания, то есть большая вероятность, что этот автор тоже обосрется. Потому что он находится в какой-то своей, вот такой, в своем мыльном пузыре, в котором он что-то действительно делал, а может быть и не делал, может быть придумал. Мы не знаем ничего про этого автора. Мы знаем только с его слов. Соответственно, если он говорит «Я тотальный доминант! Я бабуин!» Не-не-нет, ребят, так не верьте таким людям. В первую очередь всегда проверяйте. Все всегда нужно проверять. Поэтому такие призывы вы шлете, и во-вторых, вы постепенно повышаете свою уверенность. По чуть-чуть, по чуть-чуть, все время по чуть-чуть. И постепенно, постепенно вы придете к той уверенности в какой-то определенной ситуации, которая вас полностью устраивает. И дальше не надо идти. То есть вторая рекомендация, которая очень важна по прокачке уверенности в себе. Вам не нужно быть альфачом, максимально доминирующим. То есть вы уже уверены в себе, вы чувствуете себя там хорошо в какой-то ситуации. Не надо расширять еще больше. Зачем? Ради чего? Потому что вы начитались какие-то книжечек, тренинги какие-то прошли. А зачем? Это неправильно. Вот если вы чувствуете себя комфортно, все, комфорт пришел, не надо дальше ничего расширять. Все, на этом нужно успокоиться. А некоторые говорят, да, стань лидером в этой компании. Все, все, как ты. То есть расширение пошло дальше, при этом вам это не надо, но вы начитались книг, так делать тоже не нужно. Все должно быть в меру комфортном для себя темпе, по чуть-чуть и до того момента, до какого-то уровня доходите, и вот это уже будет хорошо. Вот это две рекомендации, которые я бы рекомендовал вам, рекомендую вам эти рекомендации соблюдать, потому что тогда у вас не будет этого самобичевания. Вы не будете себя уничтожать. Вы будете еще больше делать для того, чтобы ваша уверенность прокачивать. По чуть-чуть.